Много тайн 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 А что город такой у нас, древний Атрар, есть, вы знаете? Да. Ну что-нибудь о нем узнать, о его истории? Нет, ничего. Про кого? Битва при Атраре. А, нет. Историю Казахстана вы хорошо знаете? Да, нормально. Что вы можете рассказать про город Атрар? Какое там было знаменательное событие? Город Атрар? Где там... В 1219 году там что произошло? Знаю. Атрар – раскрученная тема, и очень многие должны знать, хотя бы в Атраре, и в учебниках вроде есть. Многие знания молодежи, вообще поверхностно, это чувствуется, что вот когда приезжают, вот первый вопрос вот здесь вот, был ли цемент или другое, вот как-то это уже... Явно, вроде бы, должно быть понятно и ясно, что это был древний город, и здесь цемента, конечно, не могло быть. Без культуры, без наследия, без прошлого не может быть будущего. Но обвинять только молодежь в лени и нежелании узнать историю своей страны – несправедливо. Молодым людям просто негде получить эту информацию. Казахша – айтарлықта китап жоқ, студенттер көп болғандықтан бізде Казахша китаптарды талап етеді. Оларға, Казахша китаптардың жаңағы афлыш дейтымаған себееміз, олар бізге көптеп түсіп жатқан жоқ, казыр бұрын ғудай, бірақ беріп жатыр, ғудайға шықыр, студенттеріміздің барын тол қамтамасыз етін драмайтырмыз. Біздің мақсатымыз ұсы ұтырар тақырыбы программада, бағдарламада ешқандай көрсетілмеген. Сондықтан да біз бағдарламада көрсетілмеседі, өзіміздің ұқы бағдарламаларына қосыра ұтырып, өзіміздің ұбылысқа күретін болғандықтан, өл парамелерді біз сабақтарды үнемі қолдан ұтырамыз. Себебі ұтырар бізге өте қажет, себебі өзіміздің ұбылысымызда болғандың, онын кен әлемге әйгілі, жаңағы екінші ұстазымыз санылатын әбу Насырдың туған жер болғандың, біз оны балдарға әр уақытта үйретуге, тәрбелуге, біз әр уақытта дайым болғымыз керіп. В прошлом году мы получили один экземпляр по истории древнего Казахстана, один экземпляр. Потом для малышей из серии «Лучик» тоже один-два экземпляра. Самый большой экземпляр мы получили десять экземпляров с первого по четвертый класс. Красочные такие, но это очень мало. На две с половиной тысячи детей, поймите, это почти ничего. Дается на руки учителям, они составляют конспекты, потом ученики из этих конспектов делают тезисы. И вот на этих тезисах они готовятся к урокам. Значит, недавно мы были на презентации в университете Мирас, на презентации книг наших земляков, историков, ученых, подушкиных, отца и сына, и приобрели две книги, очерки по истории и культуре Казахстана. Но опять-таки мы приобрели это за свои деньги, но опять-таки две книги на нашу школу – это, конечно, очень мало. Библиотеки города оказались не готовы к повышенному интересу учеников и студентов к истории древнего Казахстана. Все, что они могут сегодня предложить молодым – вот такие древние фолианты. Постоянно одну эту же энциклопедию дают. Школная литература, она не предоставляет нам полной информации об этих исторических фактах, поэтому очень тяжело найти информацию. Ходим по библиотекам, ищем, но информации все же мало. Учительница рассказала все и об отражской катастрофе, с чего все началось, и дальнейший исход событий. В некоторых источниках сведения расходятся. То есть хотелось бы, чтобы по конкретней данные какие-то были. Страницы истории заставляют нас гордиться своим государством. Они формируют историческое самосознание, на основе которого развивается патриотизм. И недостаток именно такой информации может привести к полной атрофии всех гражданских чувств. А на их место тихо и незаметно может прийти слепое подражание чуждой нам культуры. В конце прошлого года и в начале этого правительством Республики Казахстан, президентом, султаном Бабишчим Назарбаевым, сделан упор на сохранение, приумножение культурного достояния наших предков. Как всем известно, принято на уровне государства республиканская программа культурного наследия. Достаточно основательно подготовленная такая программа. Она включает в себя выпуск книг. Причем выпуск книг по истории Казахстана, не только с источников, скажем, российских и западных, китайских, монгольских, иранских, античных. По-республиканской только по одной программе идет выпуск литературы по топонимике, этнографии, по археологии, по архитектуре, по культуре, по фольклористике, по обычаям. Свою историю, свои памятники большинство не знало. А сейчас появилось, я думаю, как показывает увеличение числа посетителей, интерес к своей истории. Как будет население относиться, местное население, это очень многое зависит. Как сохраним мы этот памятник? А эти памятники относятся, так сказать, к общечеловеческой культуре и играли большую роль в истории. Атрар уцелел в огне пожарищ, выстоял под напором веков и донес до нас свидетельство своего великого прошлого. Мы не имеем права предать забвению историю своей страны, ведь трепетное отношение к своей истории, своим памятникам, считается в любой стране мира самым главным. Когда у государства есть прошлое, значит у него должно быть и будущее.